Мы переехали! Итак, расскажу немного предысторию. Многие знают, что мы родились в Москве, где жили до 7 лет в квартире, а потом переехали в свой дом в городе Колома. Там мы с Сашей провели все свое беззаботное детство, так скажем, и отучились в школе. Когда настало время поступать с Сашей в институт, а мне в колледж, мы вновь вернулись в Москву. Сначала жили у бабушки, было очень здорово, уютно и весело, всегда есть вкусная домашняя еда, пирожки, котлетки там. Вы сами понимаете, бабушки они такие. Наша бабушка нас просто обожает, поэтому все крутилось вокруг нас. Но квартира двухкомнатная, а нас пятеро, плюс мама и тетя. Хотя нет, шестеро, еще кот. Он, по сути, хозяин квартиры, а он большой, почти как бабушка. Но бабушка не пушистая, в отличие от кота. Что такое жить с пушистым котом размером с бабушку, я сейчас вам расскажу. В первых, его кровать это раковина в ванной. То есть, если тебе удалось мыться в раковине, а не в самой ванной, ты выиграл счастливый билет. Во-вторых, это шерсть. Она везде, в чае, в супе, в макаронах, в пудре, на помаде. Да что там, просыпаешься, а во рту рыжие волосы. Мама сказала, что она полкота точно съела за эти несколько месяцев. Короче, сказать, что было тесно, ничего не сказать. Мы решили, что нам нужна новая квартира. И мы ее купили. Большую, просторную, в хорошем районе. Но есть одно но. Дом построится через год. Плюс ремонт, это еще примерно года два. Погода, Карл! А во рту кот. Что делать? Мы все пришли к выводу, что нужно снимать отдельную квартиру. И после определенных поисков мы ее нашли. И, собственно, сейчас я вам проведу рум-тур. Снимала я отдельные дни, и это видео получилось в формате влога. Здесь весь наш переезд и все про то, как мы обустраивали нашу новую квартиру. Я знаю, что вы такое любите и всегда просите показать, где мы живем. Так вот, приятного просмотра. Чтобы вы понимали, это еще далеко не все вещи, которые мы успели перевезти. Ааа, больно, мизинца ударилась. Время 11 ночи. Я, на самом деле, безумно рада, что мы, наконец-то, сделали первый шаг. Сегодня мы уже будем спать в этой квартире. И потом постепенно будем перевозить все вещи, обустраивать. Вскоре эта квартира заиграет, будет выглядеть вообще по-другому. Кстати, смотрите, наверняка вы думаете, что это шкаф. Но не тут-то было. Открываем, значит. А тут холодильник. В 2 часа ночи меня ищите тут. Пока у нас нет чайника, и нам приходится кипятить воду в кастрюле, потом переливать. Мы как бедные родственники. Кто переезжал, тот поймет. Мало у нас дома медведей. Собственники оставили тут еще одного. Итак, сейчас на часах 7 часов вечера, и мы отправляемся в Окей. Будем, наконец-то, обустраивать квартиру. Нам уже, кстати, привезли два дивана, которые я вам скоро покажу. Я уже очень жду, когда у нас закончится весь ремонт, вся вот эта вот обустройка. Потому что реально очень хочется уже снимать всякие видосы и нормально полить в квартиру. Потому что все это время сейчас я стараюсь никак не показывать все, что находится внутри нашего дома. Потому что все-таки, чтобы сохранять интригу. И сейчас вы смотрите это видео. После него я начну активно выкладывать всякие ролики в новой квартире. Поэтому ждите. Подписывайтесь на мой ТикТок и Инстаграм. Что-то я так резко перешла из Икеи в Инстаграм и ТикТок. Я, если честно, сейчас не знаю, что мы конкретно будем покупать. Я думаю, мы огромное количество времени потратим сейчас, чтобы просто ходить и искать то, что нам надо. Но, в общем-то, оставайтесь со мной. Все буду вам показывать. Москва, Москва. Мы взяли трестеляшки еще, ничего не положили. Уже ходим полчаса. Мать, ты что тут? Это для детей. А я ребенок. Кстати, вместо того, чтобы ехать 20-30 минут, мы ехали полтора часа. Полтора часа. На самом деле уже устала. Я хочу эту акулу. Я знаю, что она уже у всех есть, но она мне так нравится. Я знаю, что мы возьмем. Я не вязаю, сюда уходим. Нереально можно прятаться от проблем. Просто вот так вот залезаешь, закрываешь и все. Нам прыгнул... Нам прыгнул... Нам прыгнул... Нам прыгнул... Нам прыгнул... Нам прыгнулся вот этот вот столик. Мама говорит, куда вы в учебнике свои будете класть? Мы с Сашей, который уже не учимся в школе. У меня одна тетрадь. Одна. Они выучились, так и не выучились. Или же у нас второй вариант. У нас есть такой стол. Можно к нему докупить тумбочку. И будет это смотреться вот как-то так. Недавно мы купили вот этот стул. Но вообще в нашу комнату я всегда хотела такой. Поэтому сейчас, вероятно, всего мы купим его. Берем? Нет, пожалуйста. Я сейчас говорю, хоть бы мама не сказала, что мы покупаем водосгон. Потому что водосгон, это значит то, что мы после каждого принятия душа вытираем за собой стенки. Ненавижу водосгоны. Найдите ноль отличий. Приехали выбирать мебель, пришли в раздел посуды. Ну, собственно, как всегда. Ты устала? Капец как. Мы пришли смотреть ковры. Бам-бам-бам-бам. Какой он мягкий. Когда хочешь беспалевно показать свой маникюр девочке Жиза. Ну, пришли к выводу, что по размеру нам подходит только этот. Поэтому берем. Выкладываем все. В основном это посуда. И, кстати, мы решили взять тут белый стульчик. И... Забыла, как называется, господи. Стол. И стол. Конечно же, еще много-много-много всего. Что это? Это чипсы. Не знаю, откуда они здесь. Тотальная закупка. Как я устала, даже не представляете. Ненавижу ходить к магазинам, но люблю снимать, поэтому приходится. Мы еле затащили все эти коробки в машину. И сейчас едем домой. Нам тут два доставщика. Привезли какие-то непонятные коробки. Там все готово. Он только на эту ножку присобачит и все. Иди, иди гуляй. Та-да-да-дам. Стул готов. Вот такие вот мужчины 21 века. Без инструкции никуда. Блин, а вам долго? Ладно, согласно. Такой вопрос. Я даже еще не начал. Сейчас посмотрим, на что способен у нас Василий. Проверка. Проверка тиктония. Посмотрим, откуда руки у него растут. Я вижу, что коробка никакой от нее. Реально. Смотрите, что я узрел. Просто вот, знаете, буквально. Буквай. У нас застряла одна деталь там. Васи как подопытный кролик полез. Смотрите, к нам приехал еще один грузчик. Сейчас он тоже будет помогать собирать стол. Нет, он принес воду. Это курьер. Вы только посмотрите, какую конструкцию они соорудили, чтобы этот стол прошел дверной проем. Смотрите, на тапках как-то его сейчас везут. Ребята, угадайте. Ой. Угадайте, что в этом пакете. Нам за последнее время очень часто приезжали курьеры. Но этого я ждала больше всего. Потому что это светодиодная подсветка, которая сделает нашу комнату очень атмосферной. Честно говоря, не знаю, как ее клеить. Вот, кстати, тут вот в комплекте еще такой вот пульт, с помощью которого можно переключать подсветку на разные цвета. Я счастлива! Так, к нам с минуты на минуту придет человек, который повесит специальную неоновую светодиодную подсветку. Прошел целый день. Я все ждала, когда можно будет подснять, когда мастер уже будет приклеивать саму эту светодиодную ленту. И в итоге он только что от нас уехал и завтра продолжит свою работу. Он приклеил только, я не знаю, как это называется, профиль или каркас, или что это? Профиль. Профиль. Пава, шарик. А еще вместо мастера к нам приехала замена. Сейчас Возек будет продолжать это делать. Еще я вам забыла показать, нам пришли два зеркала. Первое, это зеркало в полный рост. А второе, это косметический столик, где мы будем краситься. Очень удобный. Тут разные полочки, которые мы вскоре будем заполнять. И на самом деле комната стала очень уютно выглядеть. Потом, когда я смонтирую до-после, вы уже увидите какие-то изменения. Хватит меня передрознивать! Итак, новый день. У нас новые помощники. Точнее, старый. Батя, который собирает комод, который будет стоять в нашей комнате. Папа, который собирает маме дорожку. Еле ее, конечно, мы заперли в нашу квартиру, но мама уверяет нас, что она будет бегать. Лента уже почти доделана в комнате. Ой, пропала. Мне так нравится. Кис-кис-кис-кис. Я котик, ты котик. Шел фиг знает какой день. У нас опять работает сборщик мебели. Тут у нас кухонный стол. Он, к сожалению, только на четырех человек. Поэтому сейчас Василий собирает стол, который мы будем ставить, когда к нам будут приходить гости. Потому что он большой и выдвигается. А еще, смотрите, у нас появился котенок. Пока мы его не придумали, как назвать, как это может быть. Пишите, пишите в комментариях, как его назвать. Посмотрите этого малыша. А еще мама приготовила нам кекс. Это, конечно, не очень интересно в данном видео, но я не могу это не заснять. Мамочка, я тебя люблю. Итак, наконец-то настал тот день, когда мы с мамой едем выбирать декор в нашу квартиру. Я очень надеюсь, что мы там найдем что-то красивенькое, что-то подходящее. В общем, все буду вам показывать. Я нашла какой-то сквиш. Тут еще есть вот эта вот штучка. Декоры для дома я тут пока не особо нахожу. Итак, мы продолжаем рюклипку, сливаем деньги вместе. Значит, мы уже пятый час находимся в этом магазине. Я не знаю, почему так долго. Как вы могли заметить, мои волосы синие. Поэтому я решила взять себе вот все это щит. Кому они очень подойдут. Ребята, я наконец-то могу похвастаться. Нам с Сашей пришли картины, а точнее вот такие вот красивые плакаты на эту стену. Наконец-то мы закроем вот эти вот дырочки и вот эти вот непонятные гвозди в этой стене. И прямо сейчас мы будем все развешивать. Та-дам! Вот что у нас получилось. На самом деле, очень долго папа вешал эти картины. Я ему помогала. И вот как-то так это выглядит. Мне очень нравится. Это реально комната, которую я хотела сделать. Но в конце видео я вам покажу все-все-все. Поэтому оставайтесь до конца. Ну а сейчас я хочу изменить вот эту стену. Мама уже сходила в одно место и напечатала сохраненки, которые мы ей дали, на специальной бумаге. Вот такая у меня стопочка. Сейчас буду их вырезать. Ну а потом клеить. Ножницы, утки, погнали! Ну что, шпотки все вырезаны. Осталось их приклеить на стену. Мы отклеили все картинки. Теперь стена чистая. Но мы будем клеить свои. Ну что, вы готовы это увидеть? Насчет раз, два, три. Посмотрите, как это все классно выглядит. Мы это очень долго делали. Хотя, казалось бы, выглядит очень просто. Но, поверьте, мы сюда вложили всю свою душу и все свои мысли, так скажем. Мне очень нравится вот эта вот стенка еще. Здесь мега классно. Напишите в комментариях, как. Я просто реально всегда хотела себе такую комнату, в которой будут на стене висеть сохраненки. Это просто моя мечта. И еще вот тут снимаешь там истории всякие. Девочка-кокетка, стреляй, сердце нет. Тоже они видны. И все очень круто, классно. Мне нравится. Ну что ж, а теперь самый долгожданный момент. Готовы увидеть квартиру? Ну, тогда смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok